Всем привет, дорогие друзья! Оказывается, прошлая неделя это была всего лишь передышка перед настоящим валом новостей. Сегодня пятница, поэтому очередной выпуск Еженовостей уже на ваших экранах. У нас целая прорва трансферных слухов, но и уже не только слухов. Например, Джеран и Керк уже покинули расположение Локомотива, и об этом мы, безусловно, с вами сегодня поговорим. Кроме того, у Локомотива закончился первый сбор, закончился он товарищеским матчем с футбольным клубом Родина, и начался второй. Собственно, можно подвести кое-какие итоги первой части нашей подготовки из трех. Ну и в целом, давайте поговорим, что вообще происходит вокруг Локомотива. Ради этого мы с вами и собираемся в Еженовостях. Погнали! Начнем с главной новости прошедшей недели. Джерана Керк отыграл товарищеский матч с Бунеткором, был там одним из главных действующих лиц. Пресс-служба его активно фотографировала, снимала на видео. Прошло пара дней, и вдруг официальный сайт Локомотива, даже не телеграм-канал, и они вообще ничего об этом не знали. Официальный сайт Локомотива вдруг выкатывает новость Джерана Керк, покинул расположение Локомотива. Причем было как минимум две итерации новости, которые появлялись на официальных источниках. Для начала написали о том, что Керк взял, да и приостановил контракт, но при этом продолжит карьеру где-то там в аренде. Что противоречит всякому здравому смыслу, если уж ты приостановил контракт, то в аренде ты никак не можешь оказаться. Аренда подразумевает, что игрока забирают у клуба, и за это что-то ему там, не знаю, либо платят, либо, ну, короче, какие-то товарно-денежные отношения происходят. То есть, если Керк приостанавливает контракт, то он может подписываться с кем угодно. Но Керк не мог приостановить контракт, как мы знаем, он подписал бумагу, которая имеет юридический вес. Вторая итерация этой самой новости уже была более близка к правде. Как мы потом узнали об этом и в бельгийских источниках, и в наших телеграм-замечательных инсайт-каналах, Керк покинул Локомотив для того, чтобы перейти в аренду в бельгийский Антверпен. В этом самом Антверпене он до сих пор не зарегистрирован как футболист, но уже тренируется. И тренер Антверпена надеется, что Керк сможет принять участие в матчах уже вот в эти выходные. Не знаю, получится у него или нет, но факт остается фактом, что Керка в Локомотиве больше нет. Еще один пункт бинго зачеркиваем. Как пишут, Керк покинул Локомотив по той причине, что понял, что ему не будут давать много игровой практики в оставшейся части сезона. Дескать, купили Пеняева, дескать, купили Глушенкова, ну и Керка, значит, будут оставлять где-то в запасе. Отчасти это правда, потому что, например, вот в товарищеском матче с Бунеткором стоило выйти Глушенкова на 65-й минуте, как Керка взяли, да, и засунули на левый фланг. А на левом фланге будет играть Сергей Пеняев или Уилсон Осидор или еще кто-то. Ну и где, скажите, пожалуйста, в этих построениях можно найти место для Керка? Мне, конечно, безусловно, жаль, потому что такой футболист как Керк определенно что-то этому Локомотиву мог дать. Например, в матче с Бунеткором мы это с вами отмечали, что Керк был одним из самых ярких футболистов второго тайма, потому что он очень часто был с мячом, он его тащил вперед, он делал передачи в штрафную, он пытался бить по воротам. Ну, в общем, человек, который пытается доставить какие-то неприятности сопернику. Таких футболистов в Локомотиве, вообще говоря, немного. Камано, например, играет вообще в другом стиле. Ну, в принципе, Уилсон Осидор и Антон Миранчук отчасти могут считаться футболистами вот именно такого плана, который протащит мяч вперед, затащит его в штрафную, пробьют или сделают передачу. Станет ли таким футболистом Максим Глушенков, нам только предстоит выяснить, потому что, ну вот, вроде в крыльях советов он действительно часто оказывался с мячом и действительно часто не только завершал атаки, но и помогал команде продвигаться вперед. Но в матчах с Бунеткором и в матче с Родиной я от Максима Глушенкова такого, например, не заметил. Может быть, стесняется, может быть, пока идет только адаптация, и он старается, ну, не слишком сильно себя выпячивать. В принципе, это можно понять, хотя Максима Глушенкова брали как раз для того, чтобы он стал лидером нашей атаки. Все-таки в чемпионате России у него достаточно хорошие показатели. Сергей Пеняев практически наверняка таким будет. Он был таким всегда, в каждом возрасте, в каждой своей команде. Но Сергея Пеняева мы с вами пока еще вообще не видели. Так что остается только надеяться, что с потерей Керка мы не потеряем что-то очень важное для нашей команды. В прошлом выпуске Еженовостей я говорил о том, что трансферная сага с переходом Дмитрия Баринова в Бешикташ может стать Сантой Барбарой этого межсезонья. Но, наверное, я все-таки ошибался. Локомотив отказал Бешикташу в предложении, по-моему, около 3 миллионов. Ну, по крайней мере, какая-то такая сумма сейчас мелькает в турецкой прессе. Ждал предложения на 5, 6 или чуть больше миллионов, но Бешикташ не хочет этого предложения делать. И сейчас уже переключился на других футболистов. В частности, вот говорят о том, что их заинтересовал Вильмар Бариус. Конечно, денег за Бариуса придется отвалить гораздо больше, чем за Баринова. Но, наверное, и футбольных качеств Бешикташ получит чуть больше. Хотя в эту сделку я тоже не особо верю. Короче, как-то все потихонечку заглохло. А вот что мы наблюдали целую неделю, так это эпопею с уходом Уилсона и Сидора. И сейчас уже насчитывается клубов 6, наверное, которые мелькают в прессе, как потенциальные новые клубы Уилсона и Сидора. С одним только маленьким «но». Они все обращаются в Локомотив с тем, чтобы Сидора взять в аренду. А Локомотив-то эта аренда, ну, никак не может устраивать. Нахрена им отдавать одного из своих лучших игроков атаки в аренду на 3 месяца, чтобы что? Нам сейчас как раз нужно как можно больше очков собирать, и Исидор точно в этом поможет. Либо Исидор остается с нами до лета и помогает команде сохранить прописку российской премьер-лиги своими голами и передачами. Либо давайте уж раскошеливайтесь и выкупайте Исидора на полный контракт, тем более что деньги в Европе есть. Одним из главных претендентов на Уилсона и Сидора является французский Ларьян. Исидор не прочь вернуться на родину, а Ларьян достаточно высоко идет сейчас в Лиге 1, и деньги у них есть. Они только что продали игроков на достаточно круглую сумму и должны были продать еще одного, собственно, Терема Мофи, на место которого и должен был приходить Исидор. Но что-то там с Мофи пока не срастается, поэтому, наверное, и сделка до сих пор не оформлена. Среди претендентов на Исидора также называют Шальки, но это довольно смешно уходить из локомотива, который имеет достаточно высокие шансы на то, чтобы спастись в российской премьер-лиге, и переходить в Шальки, который шансов на то, чтобы остаться в Бундеслиге, не имеет вообще никаких. Также вдруг неожиданно появился Леон. Портал Goal.com называет в числе претендентов Боруссио Мюнхен-Гладбах. И даже Фенер Бахча фигурировал в списке претендентов на Лилсона Исидора, правда, тут же отмахнулся от этого слуха, сказали, что нет, никакого Исидора им не нужно. Короче, вариантов. Много агент Исидора работает, чувствуется то, что Исидор хочет покинуть локомотив, варианты ищут, но и у локомотива определенно есть рычаги на то, чтобы не отпускать Исидора задаром. Керка локомотив удерживать не захотел. Тот собрался в Антверпен, не захотел конкурировать с Глушенковым и Пеняевым, ну и бог ему судья. С Уилсоном Исидором ситуация другая. Этот футболист локомотиву нужен, и помочь он точно ему может. Поэтому и локомотив с ним поступает совершенно по-другому, нежели с Керком. Кстати, примерно об этом я и говорил в бинго-межсезонье, когда я разделял пункты ухода Керка дробь Камано и ухода Уилсона Исидора. И, собственно, один пункт мы с вами зачеркнули, а вот за тем, состоится ли зачеркивание другого пункта с уходом Уилсона Исидора, мы с вами и будем наблюдать. Но, кстати, не очень долго, потому что окошко в Европе закрывается уже на следующей неделе, так что скоро мы с вами все и узнаем. Продолжаем идти по пунктам бинго. В четверг появилась новость о том, что локомотив ведет переговоры с цервенной звездой по аренде Марко Раконница. Про саташе локомотив Артем Загуменов говорит о том, что ему ничего об этом не известно, но, в общем и целом, про саташе это человек, которого в последнюю очередь уведомят о том, что переговоры какие-то действительно ведутся. А вот агент Раконница эту новость подтвердил, и это, ну, достаточно серьезное подтверждение тому, что действительно что-то в этом есть. В видео бинго-межсезонье я вам уже говорил о том, что если локомотив захочет расстаться с Марко Раконницем, больших проблем с этим не будет. Он на хорошем счету в Сербии и привлек внимание даже вот такого клуба, как цервена звезда, абсолютного топа сербского чемпионата. Он довольно много забивал перед тем, как уехать в Россию, он вызвался в сборную Черногории, он еще довольно молод, ну, короче, было бы желание. И вот насколько это самое желание у локомотива есть, мы с вами сейчас в ближайшее время и посмотрим. Раконец сыграл два матча, сыграл с Бунеткором, сыграл с Родиной, в обоих случаях довольно часто встречался с мячом, я думаю, что ему сейчас это было очень нужно, чтобы почувствовать тонус, почувствовать свою игру, но ни разу не забил и даже, в общем и целом, ни разу не был близок. Хотя вот на Керков в матче с Бунеткором хорошую передачку выкатил. Мне в этом видится одна главная проблема. Локомотив очень легко раздает своих футболистов. Да, может быть, Марк Раконец футболист не самых великих футбольных умений прямо здесь и сейчас. Но Керк уже ушел, Исидор вполне вероятно скоро уйдет. Сейчас избавимся еще и от Марка Раконеца. А кем мы играть-то будем? Максим Глушенков играет на правом краю, Сергей Пеняев играет на левом краю. И Иван Игнатьев, который восстановился от травмы, но не дай бог получит новую. Мы что делать-то собираемся? Никишин в молодежке играет, мы его даже на сбор не позвали. Меня это очень сильно заботит. Мы до сих пор не видим ни одного слуха по нападающим. Точнее, один слух есть. Это Рафаэль Сантос Борре, который сейчас играет, ну точнее почти не играет в Айнтрахте. И ценник на него начинается от 10-15 миллионов евро. Ну и агент сказал о том, что можете не мечтать о Борре, ни в какую Россию он не переедет. Нету слухов про нападающих. И сейчас уже конец января и всех нормальных нападающих разобрали. Можете мне поверить, я за рынком нападающих слежу очень активно. И если там в конце декабря еще можно было урвать несколько хороших вариантов не за очень большие деньги, то сейчас вы за большие деньги можете урвать вариант, ну такой вот, средний, чуть ниже среднего. И играть-то нам кем-то надо, нам голы-то надо как-то забивать. И я, честно говоря, пока не уверен, что Максим Глушенков и Иван Игнатьев решат нашу проблему в нападении. Да, наверное, ее не решит Марко Раконец, но это хоть какая-то опция в атаке большой нападающей, которая может зацепиться. Вот, например, в матче с Родиной и Бунеткором он уже начал хотя бы что-то из арсенала больших нападающих показывать. Если и есть слухи о приобретениях, то они в основном в линию обороны. На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что Ноэ Дюсен уже одной ногой в локомотиве. И он всю эту неделю так и пребывал в состоянии одной ногой в локомотиве. Однако до сих пор не покинул стандарт, и тренер планирует его выпустить даже на этих выходных. Сам Дюсен активно отвечает на вопросы в директе своего инстаграма. И в частности ответил паблику Европейский паровоз на вопрос, когда ты, собственно, в локомотив-то приедешь. Он ответил, жду сигнала от локомотива. Ту-туу! Сигнала этого не было. А в четверг Европейский паровоз задал еще один вопрос Дюсену. Не было ли, собственно, каких-то весточек от Лока. И сказал о том, что вообще-то локомотив приобретает другого защитника. Дюсен такое ощущение, что даже немножечко расстроился. И сказал, что нет, никаких контактов с локомотивом не было. Кстати, кого там собирается купить локомотив? А локомотив приобретает Хермана Конти из Бенфики. По крайней мере, Бенфика была последним официальным клубом Конти, но в Бенфике он практически не играл. До этого он играл в Америке из Минейру, до этого была Байя, до этого был Атлас. Короче, помотало человека по арендам, Бенфике он оказался совершенно не нужен. Бенфика на него положила глаз за сезоны в аргентинском Колоне. Там он действительно был бесподобен и на Хускорде имеет просто чумовые оценки. 7.44 за 28 матчей. Это очень высокий средний балл. Правда, с этим баллом он не стал лучшим центральным защитником чемпионата. Нашлось два человека с еще более высоким баллом, но это в целом пофиг. Главное, что сама оценка, она довольно высокая. В первый сезон Бенфика как-то пыталась его использовать, даже в Лиге чемпионов 3 матча он сыграл. Но в целом стало понятно, что уровень европейского футбола Конти не тянет. Я посмотрел довольно много футбола в исполнении Хермана Конти, и мне этот футболист нравится гораздо меньше, чем Ноэ Дюссен. Он выглядит каким-то неуклюжим, не очень быстрым, не очень разворотливым. Если Дюссен отлично понимал, в какой момент нужно вступить в единоборство, и практически их никогда не проигрывал, а если и вступал в единоборство, то мяч доставался команде стандарт, или за какую там играл Дюссен, то с Конти немножко другая история. Он снимает практически весь верх, в этом он просто бесподобен. Но проблема в том, что после того, как он этот верх снимает, мяч достается сопернику. Он вообще не думает, куда он играет головой. Он просто, как портос, играет, потому что играет, потому что может. С передачами полная беда, с единоборствами, ну так. Вообще чаще, конечно, выходит из них победителем, но без какой-то вот прям вот уверенности. Ну а если мимо него кто-то проносится на рывке, то это берегись, с этим у Конти вообще огромные проблемы. Я не очень понимаю, как можно между Ноэ Дюссеном и Херманом Конти выбрать Конти, но, судя по всему, выбор действительно сделан, и, по крайней мере, уже все источники, кроме одного Матч ТВ, говорят о том, что Конти вылетел в Арабские Эмираты и в субботу должен подписать контракт на два с половиной года. С этим, кстати, тоже была небольшая заминочка, потому что Карп сначала написал о том, что это будет аренда на полгода, и только летом Локомотив будет решать, нужен им Конти или нет. И эта история меня, в принципе, устраивала. Ну, потому что, да, если за полгода Конти покажет себя хорошим футболистом, то можно и подписать. Но буквально через 10 минут все переиграли, сам Карп извинился за то, что обосрался, и, действительно, судя по всему, подпишет контракт на два с половиной года сразу, без просмотров, без аренд. И эта история мне, конечно, уже не нравится, потому что в боеспособность Конти я, честно говоря, не очень верю. Но если приедет, если подпишет контракт с Локомотивом, станет железнодорожником, то, конечно, уже будем любить и жаловать его в нашем клубе. Еще один слух, который пришел буквально накануне записи Еженовостей, это возможный обмен Максима Нинахова на кого-нибудь, кто лучше сыграет на правом фланге. По традиции, которую мы определили еще в одном из первых выпусках Еженовостей, это, конечно, игрок крыльев советов, Глен Бейл. Сам Глен Бейл отличный правый защитник, в крыльях играет довольно хорошо, но я не верю этим слухам, потому что, ну, это слишком очевидно. Если Локомотиву кто-то нужен, давайте возьмем кого-нибудь из крыльев советов. То, что Локомотив в целом может попробовать избавиться от Максима Нинахова, я, наверное, верю, хотя агент Нинахова это крайне опровергает. Но в то, что это будет Глен Бейл, ну, нет. Здесь, наверное, все-таки нет. Еще один вариант, который тоже возник буквально накануне, это то, что может случиться такая ситуация, при которой из Локомотива в Лориан уедет Уилсон и Сидор, а в обратном направлении последует игр Силва Бразильский, правый защитник, который играл где-то в Греции, который играл где-то в Хорвати, нигде толком себя не проявил, а сел в Лориане. Прошлый сезон сыграл, ну, довольно много, там, полторы тысячи минут, но с плохой оценкой по Хускорду, а в этом сезоне не играет вовсе. Зачем нам нужен такой правый защитник в обмен на Максима Нинахова, честно говоря, понятия не имею. Ну, и особо, конечно, в это не верю, потому что слух, опять же, из серии, что Локомотив и еще 289 клубов интересуются игром Силвы. В такие вещи я уже давно не верю. Плотненько, да, по слухам прошлись? Это еще что? Я думаю, на следующей неделе этих самых слухов будет еще больше. Надеюсь, что будет больше слухов на вход, а не только на выход. Давайте же перейдем непосредственно к Локомотиву, к тому, что Локомотив сыграл товарищеский матч с футбольным клубом Родина. Рассказывать про этот матч, на самом деле, практически нечего, поэтому, собственно, я его и отправил в конец выпуска. Да, сыграли, да, держали первую победу в первом тайме, забили два мяча стараниями Антона Миранчука. Сначала Антон навесил на голову Дмитрию Баринову, тот скинул на Франсуа Камоно, Камоно замкнул на дальней штанге. Отличная комбинация, отличный розыгрыш углового, достаточно простой, но очень эффективный с навесом на ближнюю штангу и скидкой на дальнюю. Проходит, ну, довольно часто. Главное, чтобы было кому замыкать на этой самой дальней штанге. Второй гол тоже возник с углового, но на этот раз Антон навесил, мяч из штрафной выбили, сам Антон подхватил и как бабахнул слева в девятку. Умеет, могет, практикует, но не очень стабильно. Рассчитывать на то, что Антон Миранчук будет забивать по девяткам Аки и Джегош Краховик я бы не стал, но иногда пробьет и на загляденье. Практически повторил гол брата днем ранее, который тот забил в матче с Фиорентиной. В остальном же игра была, ну, очень скучной. Локомотив практически не совершал никаких рывков. Это был гладкий бег или вообще игра в футбол стоя, пешком, ну, короче, особо не напрягаясь. Очень футболисты устали под конец сборов и особо даже какого-то вот желания напрячься, побегать не было. Даже вот Вадим Раков, который в первом матче с Бунеткором произвел неизгладимое впечатление, играя в центре поля, в матче с Родиной его снова туда поставили, но уже Вадим Райков не был таким активным, не был таким ярким. И из-за недопонимания Райкова с Мариом Пентаем пришел гол Родины в ворота Локомотива, который был забит, ну, примерно по той же схеме, что и гол Бунеткора. Проход по правому флангу атаки, в этом случае прострел в матче с Бунеткором навес, куда-то бежит Макеев непонятно куда и замыкание гол. Оба раза в воротах Локомотива был Худяков, а Лантратов оба раза свои таймы отстоял на ноль. Совпадение? Не думаю, как говорится. Мне кажется, что Лантратов просто банально лучше руководит обороной, а Худяков не делает это вовсе. Поэтому Макеев фактически должен сам решать, куда ему бежать, кого перекрывать. Хотя обычно вратари советуют и рассказывают о том, что давай беги на ближнюю штангу, там на задней тебя страхуют. Или наоборот, оставайся на месте, страхуй, а я ближний угол прикрою. Вот, видимо, Худяков этого не делает, а у Лантратова с этим все-таки опыта побольше. Короче, кое-как доиграли, кое-как одержали победу, но каких-то положительных эмоций от этого матча я вообще не испытал. И очень надеюсь на то, что вот сейчас, когда закончился первый сбор, футболисты получили три дня отдыха, помотались там по Дубаем, по Абудаби, отдохнули. И вот сейчас с новыми силами, с новыми эмоциями вернутся и сыграют уже более достойные матчи. Первый будет в воскресенье, сыграют с футбольным клубом Сочи и соперник будет гораздо более интересный. Сочи под руководством Бердыева это уже вам не клуб ФНЛ Родина и не узбекистанский Бунеткор. Здесь-то мы все и поймем. Кстати, в составе на сбор есть кое-какие изменения. Ну, кроме того, что Керк мотал в Антверпен. В молодежную команду отправился вратарь Никита Матюнин, а в обратном направлении последовал вратарь года младше Тимофей Митров. Я на самом деле довольно часто говорил о Тимофее Митрове как о довольно классном вратаре, который лично, на мой взгляд, даже посильнее, чем Даня Худяков. По крайней мере, вот как раз вот этими вот своими лидерскими боевыми качествами он точно гораздо сильнее Худякова. Но, на мой взгляд, он совершенно не уступает ему ни в игре на линиях, ни в игре на выходах, ни в любой другой игре в футбол, которую только можете придумать. На мой взгляд, Тимофей Митров даже более достоин стать в воротах локомотива, чем Даня Худяков. Никита Матюнин тоже хороший вратарь, и вообще, как обычно, с вратарской линией-то у нас проблем нету. Кроме одной. Нам, блин, надо завоевывать очки. А если нам кровь из носу нужны очки, то ни о каком вратаре с 17-18 лет в воротах локомотива речи быть не должно. Илья Лантратов отлично себя показал в обоих товарниках, ну и я надеюсь, что именно он безоговорочно будет стоять в воротах локомотива в весенней части. Ну, по крайней мере, Гильермия мы с вами вообще не видим. Он даже в запасе не появляется. Думаю, что его дни в локомотиве сочтены. Кстати, молодежка тоже играет товарищеские матчи. Их даже нам освещают, за что огромное спасибо пресс-службе. И в последнем товарищеском матче молодежная команда локомотива сыграла в ничью с ульяновской Волгой. Причем, ну, по кружочкам нам, к сожалению, не показали обзора этого матча. Но по кружочкам видно о том, что вообще не тушевалась команда, вполне себе создавала моменты. И эта команда ФНЛ, как и Родина. Родину локомотив еле-еле обыграл 2-1 основным составом. А молодежка сыграла в ничью с ульяновской Волгой, которая, ну, не намного хуже этой самой Родины. В очередной раз просто восхищаюсь с Максимом Юрьевичем Мишаткиным за то, что из любой команды, даже из команды, в которой не играет Никишин, Матюнин, Раков, Щетинин, Погоснов, он лепит боеспособную команду, которая может играть на одном уровне с клубом ФНЛ. Вау! У молодежки будет еще много прикольных товарников, за ними будем следить. И закончат сбор молодежкой игрой с основным составом торпеда. И это тоже будет очень круто. Я надеюсь то, что молодежь даст бой автозаводцам. Все, хватит. Уже очень долго я здесь сижу. Камера уже разряжена и мигает мне батарейки о том, что сейчас выключится. Поэтому не буду долго размусоливать. Ставьте лайк, подписывайтесь. В воскресенье посмотрим очередной товарняк вместе. Ну и с вами был Тим. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok